Добрый вечер! Вы смотрите новости инфобюро на 31 канале, в студии Оскар Медебаев и коротко о главных событиях этого дня. Опять реформы? Частные клиники заявили, что пациенты могут остаться без медицинской помощи. О каком приказе Минздрава идёт речь? Почему дневной стационар может стать недоступным на платной основе? На полтриллиона тенге вырос объём потребительских кредитов казахстанцев за последний месяц. На какие нужды чаще всего люди брали деньги? Сколько в общей сложности задолжали граждане банкам? В Восточном Казахстане нехватка сена. Почему сложилась такая ситуация? Можно ли решить проблему? Кто может, заказывает, из соседних регионов приводит. А что делать? Сена мало. И как нехватка кормов скажется на стоимости мяса? Сотни жителей Ускаменогорска могут остаться без крыши над головой. Почему? Люди заложили имущество и брали кредиты. Как получилось, что застройщик элитного жилья не сдаёт дома вовремя? Имеется уже решение суда о принудительном исполнении предписания. Есть ли решение данной проблемы? В Казахстане в течение двух лет могут закрыться больше 400 медицинских организаций. Дело в том, что Министерством здравоохранения прорабатываются новые правила оказания первичной медико-санитарной помощи. Этот документ может лишить финансирования. В рамках ОСМС небольшие врачебные амбулатории и медцентры, говорят эксперты. В ситуации разбиралась моя коллега. Последние три месяца в медицинских кругах разворачиваются нешуточные споры. По словам экспертов, руководство Фонда обязательного медицинского страхования вместе с Министерством здравоохранения, приняв новые правила, могут ужесточить требования к организациям первичной медико-санитарной помощи. Для того, чтобы получить доступ к закупу услуг в рамках ОСМС, к медучреждению должно быть прикреплено 10 тысяч человек. Если данная норма будет принята, то лечить пациентов смогут только поликлиники, а небольшие врачебные амбулатории. Окажутся под угрозой исчезновения, говорят эксперты. Представители частных клиник сетуют, мол, это не единственное ограничение. Наши специалисты раньше могли дать направление на дневной стационар с приема, допустим, с острыми болями в спине. На сегодня у нас не будет такой возможности. Пациент должен пойти на участок, взять направление, прийти к узкому специалисту. Узкий специалист должен дать рекомендацию для лечения дневного стационара. Он опять возвращается к своему участковому терапевту или врачу ВОП, берет направление и приходит к нам уже на лечение в дневной стационар. То есть это крайне неудобно для пациентов. Пациентам в надежде получить медпомощь придется обивать пороги кабинетов врачей. Однако к очередям нашим гражданам не привыкать, говорят эксперты. Но таковых может стать куда больше. Для выполнения требований фонда медицинским учреждением с численностью от 10 до 30 тысяч человек нужно будет набрать необходимое количество специалистов. Но квалифицированных кадров в стране не хватает. Либо у организации нет лишних средств на заработные платы, а значит, со стороны фонда такие центры будут подвергаться штрафным санкциям. Он находится в городе, у него частная организация, он по ставкам не может взять кардиолога, ревматолога. Тем не менее, его обязуют 70% частных услуг, УЗИ, консультации и так далее оказать на своей базе. Он практически не может. Поэтому он вынужден направлять в другую клинику. Но когда он направляет в другую клинику, эти средства фонда уйдут в другую клинику, но его потом оштрафуют за это. Сейчас этот проект правил находится на этапе рассмотрения. В Министерстве здравоохранения отметили, что четкой позиции по этому вопросу у них пока нет. Однако в случае принятия нововведений около 458 медицинских организаций будут вынуждены закрыться. Выбор поставщиков медуслуг сократится, и казахстанцам придется ехать за медицинской помощью в ближайшую поликлинику. Динара Нургалиева, Нуркенток Мурзин, Инфорумбюро, Астана. Начало года рост экономики Казахстана показал положительную динамику и составил 4,8%. Соответственно, ВВП на душу населения вырос до 13 300 долларов, а внешний оборот увеличился до 140 миллиардов долларов. Об этом сегодня рассказал Алихан Смаилов во время расширенного собрания фракции Аманат в Можилисе. По его словам, международные резервы страны на сегодня составляют почти 95 миллиардов долларов. Это говорит о том, что рост благосостояния отмечается во всех основных отраслях. В то же время инфляция постепенно снижается, и к концу года она будет в два раза ниже, чем в предыдущем году отметил Смаилов. Поручения главы государства, озвученные в предыдущих посланиях, в целом выполнены. Продолжается реализация долгосрочных поручений. Проведена масштабная системная работа, направленная на повышение благосостояния населения. Правительство совместно с парламентом продолжит работу по реализации поставленных задач. Уже в следующем году каждый несовершеннолетний казахстанец получит порядка 150 долларов на свой индивидуальный счет. Выплаты в рамках программы «Нацфонд детям» планируют провести уже в конце января или в начале февраля. Эти средства по достижению совершеннолетия юные казахстанцы смогут потратить на улучшение жилищных условий или оплату учебы. О создании такого фонда президент страны Касымжом Артукаев говорил в прошлом году в своем послании. Как будет работать программа, расскажет моя коллега Анастасия Новикова. 6 миллионов 700 тысяч казахстанцев охватят проектом «Нацфонд детям», которую глава государства инициировал год назад в послании народу Казахстана. На всех детей разделят половину инвестиционного дохода национального фонда. Казахстанцы говорят, программа хорошая. Хорошая, очень даже. У меня, потому что трое внуков, как раз школьного возраста. Я считаю, что помощь государства все равно где-то в плане этого должно быть. Потому что есть семьи, у которых много детей, кто не может много себе позволить. В Минфине, говорят, сейчас разработан проект закона, где предполагается реализация проекта. Он находится на рассмотрении мажориса парламента. Далее его направят в Сенат и на подпись главе государства. Завершить подготовительные работы планируют до конца года. А первые средства начислить уже в конце января, начале февраля 2024 года. Таким образом, на счета детей ежегодно будет поступать около 150-160 долларов, но может и больше. До достижения совершеннолетия ребенка эти начисления будут условными. То есть они будут находиться в национальном фонде. С ними будут осуществляться все инвестиционные операции, которые совершаются с национальным фондом. То есть здесь мы предусматриваем увеличение инвестиционного дохода и в том числе увеличение причитающейся суммы. Фактически эти средства можно получить, когда ребенку исполняется 18 лет. 18 лет, то есть когда он достигает совершеннолетия. Посмотреть сумму выплат можно будет онлайн по ИИН через портал электронного правительства. Оператором программы выступит Единый национальный пенсионный фонд. По словам экономистов, такие программы успешно работают и в других странах. Эти средства будут являться подспорьем для молодых людей, а также положительно повлияют на подотчетность компании. Общественность больше будет уделять внимание их работе не просто в плане того, что улучшение доходности компании, кого будут назначать. Это будет широко обсуждаться, потому что от этого эффективности госкомпании будет зависеть, насколько больше средств будет поступать. Прогнозируемая сумма накоплений ребенка до 18 лет может составить порядка 3,5 тысяч долларов. При достижении совершеннолетия средства будут являться собственностью ребенка, и их можно будет потратить на покупку жилья на территории нашей страны, а также оплату обучения здесь или за рубежом. При этом, если средства не будут использованы в течение 10 лет после, их переведут на пенсионный счет гражданина. Анастасия Новикова, Довранадзиев, Бзал Турабеков, Информбюро. Девочку, которая ударила током на пеной вечеринки, осмотрели столичные врачи. В Кустанайскую областную детскую больницу у нейрохирург и главный реаниматолог страны приехали после обращения родителей пострадавшего ребенка. Напомню, инцидент произошел в селе Узун-Коль. Во время празднования Дня молодежи на центральной площади девочка получила электротравму. Сейчас за жизнь 9-летней жительницы села Узун-Коль борются кустанайские врачи. Девочку ударила током во время пенной вечеринки, когда сельчане отмечали День молодежи на центральной площади. По просьбе родителей осмотреть девочку приехал главный реаниматолог страны. Нам прилетали, два специалиста, посмотрели, дали определенные рекомендации, переговорили с родителями, объяснили всю ситуацию. С утра мы взяли все дополнительные анализы, которые они нам еще порекомендовали. Это как бы в общем характере уже дополнительные анализы. Ранее родители пострадавшего ребенка публиковали видео, в котором обратились к Минздраву с просьбой прислать высококвалифицированных врачей. Полиция начала досудебное расследование по факту получения удара током. Известно, что вечеринку организовывало частное лицо по заказу Акимата. Полиция по данному факту начала досудебное расследование по ст. 306 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ч. 2. Выпуск или продажа товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, если они совершены по отношению товаров или услуг, предназначенных для малолетних. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. После ЧП Акима Узункольского района привлекли к дисциплинарной ответственности. От занимаемых должностей освободили заместителя Акима района и руководителя отдела внутренней политики, которые были ответственными за организацию проведения праздника. Нина Шаппо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. А вот из-за недобросовестного застройщика сотни усть-каменогорцев могут остаться без крыши над головой. Горожане продали жилье, заложили имущество, взяли кредиты, чтобы получить квартиры в строящемся жилом комплексе «Делюкстаун». Дом должен были сдать в эксплуатацию в декабре 2022 года, но стройка остановилась. Наша съемочная группа встретилась с жителями, которые считают себя обманутыми. Вместо обещанного девятиэтажного дома всего три этажа и точка. Обманутые дольщики уже почти год вынуждены обивать пороги разных инстанций, чтобы вернуть свои кровные. Это фирма «Дейнека». Об этой фирме я узнал из инстаграма, где бывший Аким ВКО, Даниил Ахметов, сказал, что запускается программа государственного частного строительства, совместного, для привлечения частных инвестиций. И рекомендовал всем восточным казахстанцам и всем казахстанцам вложиться в эту фирму для покупки нового жилья. Дольщики уверяют, что перспективы были радужными до тех пор, пока стройка резко не остановилась. Как оказалось, строительство заморозили из-за нарушений. «Делюкстаун» мы проверяли первый раз в ноябре прошлого года, где выявлено ряд нарушений, и подрядная организация, соответственно, была привлечена к административной ответственности. Однако до настоящего момента она данные нарушения до сих пор не устранила. Имеется уже решение суда о принудительном исполнении предписания. Чтобы вернуть свои деньги, горожане обратились в суд. У 14 человек на руках положительное решение суда, но счета подрядной организации заморожены. «Наши вклады мы хотим возместить от СПК и от этих денег возвратить дольщикам деньги. Мы от этих обязательств не избегаем. У нас по первому варианту достроить 99-ю позицию. Те, кто хотят остаться в 99-й позиции, дать квартиру, дать ключи. А кто не намерен оставаться, от этих продаж будем отдавать свои долги, свои обязательства». Но все же дольщики боятся, что денег, как и квартир, не увидят. В прокуратуре им сказали, что помочь может только глава региона, но он пока не спешит их принять. Теперь жителям остается надеяться, что новая Акимобласти услышит об их проблеме и возьмет на личный контроль. Мадина Сюмбаева, Алия Тенисбаева, Информбюро Восточно-Казахстанской области. Кто с земли следит за безопасностью полетов? Журналисты портала Информбюро подготовили материалы о работе авиадиспетчеров. Пройдя по QR-коду, вы узнаете, почему автоматизированный Центр управления воздушным движением специалисты между собой называют вышкой. Какими знаниями нужно обладать, чтобы работать в этой отрасли и кому мы доверяем своей жизни. Вы смотрите Информбюро. Мы продолжаем выпуск. В Восточно-Казахстанской области ожидается скачок цен на корма. В связи с засухой в этом году фермеры собрали меньше сена. Некоторые опасаются, что может возникнуть острый дефицит. Те, у кого есть возможность, закупают корма из области Джетесу и Павлодара. Подробнее в нашем материале. Сельчане боятся не успеть вовремя запастись кормами и потерять скот из-за нехватки сена. В прошлом году, говорят они, домашние животные и так еле пережили зиму. Кто может, заказывает. Из соседних регионов привозят. А что делать? Сена мало. Но там тоже цены разные. В целом сено дорогое. Мы, например, не можем себе позволить везти оттуда. Своей земли для сенокоса нет. Скашиваем всё там, где есть сено, и запасаемся. Каждым годом сена в регионе всё меньше. В итоге цены поднимаются. Стоимость рулона выросла почти в два раза – до 25 тысяч тенге. Такая же ситуация и в Самарском районе области. Также растут цены на дизельное топливо. Всего в регионе насчитывается порядка полутора миллиона поголовья скота. Минимальная потребность в сене – 850 тысяч тонн. Завершить заготовку грубых кормов планируют не позднее 15 сентября. Закладку силоса и фуража до 1 ноября. Везём работу с районными акиматами по выделению свободных земель и лесного фонда, нуждающимся в сене. Также предлагается собрать остатки зерновых культур. Заниматься сельским хозяйством становится нерентабельно, сетуют животноводы. Многие режут скот и вынуждены продавать перекупщикам за бесценок. В Мясном Союзе подтверждают – мяса на рынке много, поэтому подорожания не будет. Наоборот, идёт снижение. Если в прошлом году за килограмм живого веса бычков давали примерно 850 тенге, в этом – 650 тенге. При этом цены на корма растут. Для поддержки казахстанских аграрий, говорит эксперт, необходимо открыть экспортный канал, дать фермерам возможность зарабатывать, а цену на рынке поддерживать за счёт дешёвого импорта. В противном случае в перспективе крестьянские хозяйства просто разорятся. Собственное производство придёт в упадок. Жанна Раслханова, Информбюро, Восточно-Казахстанская область. И там же в Восточном Казахстане решили бороться с засухой, запланировав строительство дамбы на реке Караколь в Урджарском районе. Возводить её начали ещё 30 лет назад, но потом из-за нехватки финансирования объект заморозили. Теперь же к решению проблемы подключился бизнес. Именно они привлекают инвестиции, есть договорённости. После реконструкции живительной влагой обеспечат сразу несколько населённых пунктов сёла Караколь, Ушарал, Бесколь, Шолпан. Воду получат и более 70 крестьянских хозяйств. Снизится и риск подтоплений в паводковый период. А пока сельчане с размахом отметили праздник в посёлок Таскискен. В посёлке Таскискен прошёл масштабный концерт с участием звёзд казахстанской эстрады. Звёзды на расстоянии вытянутой руки. Такого сельчане не видели никогда. Да, на мероприятия, организованное бизнесом, приехали не только звёзды эстрады, среди которых Макпал Жунусова, группа Музарт, но и популярные айтыскеры. Здесь же провели настоящие казахские состязания. Байге и Казахшакрес. Лучше уехали на новеньких авто. Праздник собрал более 10 тысяч сельчан. Люди приезжали с соседних районов и аулов. Многие удивлялись, что юрты и угощения были приготовлены именно для них. Мяса и баурсаков хватило всем. 5 тысяч бизнесменов на поддержку 5 тысяч сёл. Именно такая идея у организаторов. Здесь же решали и важные социальные проблемы. В ауле нет работы, дорогу уже сделали. И теперь местные бизнесмены собираются открыть несколько цехов. Мы теперь знаем о проблемах аула. К примеру, там надо делать плотину. Земляки рассказали о проблемах с живительной влагой. Платную пищу организовали. И главным было подарить настроение и мотивацию для всех. Кто-то из молодых уже поставил цель стать известным борцом, предпринимателем, певцом и прославлять свой аул. За горы мусора штрафовали владельца пляжа в Павлодаре. Предприниматель устроил свалку прямо в пойме реки Иртыш. Об этом стало известно благодаря неравнодушным жителям. Они всё зафиксировали на видео. Владелец одного из пляжей Павлодара выгружал мешки с пластиковыми отходами, бутылками и прочим мусором на берег реки Иртыш. А должен был заботиться о чистоте и ухоженности живописного уголка, который является охраняемой природной территорией. Инспекторы лесного хозяйства вычислили нарушителя при помощи социальных сетей и признали его виновным. За нанесённый ущерб уникальному месту предпринимателя наказали. Предусмотрен административный штраф на физических лиц в размере 20 месячных расчётных показателей. Также ему был предъявлен иск на возмещение ущерба, причинён окружающей среде на сумму 8300 тенге. И выдано предписание об обеспечении очистки данной территории от мусора. В Шемкенте на День Конституции показали театральную постановку об истории законов казахских ханов. На сцене выступали артисты. Горожан с праздником поздравил Аким Шемкента, Мурат Айтенов. Главные законотворцы казахского ханства ожили на сцене дворца Туркестан в Шемкенте. Такой была задумка автора постановки «История законов казахских ханов», которую представили гостям и жителям мегаполиса. Театральное представление приурочили ко Дню Конституции Республики Казахстан. С праздником горожан поздравил Аким Шемкента, Мурат Айтенов. Поздравляю всех казахстанцев с Днём Конституции. В прошлом году у нас прошёл референдум. Благодаря ему в нашей стране произошли кардинальные перемены. Усилилась роль парламента. Мы отошли суперпрезидентской формы правления. Наше государство развивается. В рамках празднования Аким наградил грамотами за выдающиеся достижения госслужащих, сотрудников правоохранительных органов, библиотекарей и спасателей. Среди отличившихся и Рахат Мумынова, которая долгое время работает в библиотеке города. Очень приятно получить от Акима грамоту, желая всем нам мирного неба над головой. За молодёжи наше будущее. И они сейчас очень грамотные, читают книги и развиваются. 28 лет назад, 30 августа, на общенациональном референдуме была принята Конституция Республики Казахстан, где наша страна признала себя светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы. Анастасия Новикова, Давран Авдеев, Абзал Турабеков, Информбюро Шимкент. Алматинцы окунулись в атмосферу оперной и национальной музыки. Ко дню Конституции жителям и гостям города подготовили необычный подарок. Двухдневный фестиваль под открытым небом «Музыка лета в любимом городе». Мероприятие было организовано Халыкбанк и Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая. Радость зрителей разделил и мой коллега Дамир Анитов. Чарующие голоса артистов «Казм Топ» собрал сотни людей музыкально-театрального жанра. Оценители оперного искусства заняли всё свободное пространство перед театром имени Абая. Я вижу много гостей здесь вокруг, и я думаю, всем нравится. Это просто чудесное выступление, замечательный праздник для всех горожан. Это песни, на которых мы все выросли, которые пели нам мамы, поэтому это такая приятная ностальгия. Стоит отметить, что в этом году Казм Топ имени Абая отмечает своё 90-летие, а Халык празднует 100-летний юбилей. Вместе они организовали и подарили алматинцам грандиозный фестиваль музыки, продвучавший в последние дни лета. Я хочу сказать, это шедевры мировой музыки и также шлягеры и любимые произведения, которые любят у нас молодёжь и вообще наш город. Мы постарались это всё учесть. В этом году банку Халык исполняется 100 лет, и в рамках столетия мы запустили масштабную акцию «100 добрых дел». В рамках этой акции мы реализуем различные проекты в области образования, здравоохранения, экологии. Подобные мероприятия в формате Open Air под эгидой празднования столетия Халык были запланированы в четырёх городах страны. В Ак-Тубе и Алматы концерты уже прошли, на очереди Актав и Семей. Дамир Анитов, Влад Шишко, Сергей Шуйский, Информбюро.